С приятных видео и с приятных ощущений. Добро пожаловать! Устраивайтесь поудобнее. Добро пожаловать! Будущее наступает прямо сейчас. Откинемся чуть-чуть назад. Видимо, мы немножко откинулись в эру плохого интернета и задержек видео. Ну-ка, сейчас мы сделаем это еще раз. Добро пожаловать! А наши технологии, ее представили губернатор Ульяновской области и показал, что это передовые технологии. Но тогда люди были просто не готовы, как и 30 лет назад, как и 40 лет назад, к тому, к чему был готов наш Анатолий Эдуардович. Видимо, то видео не запустится. Мы начнем движение дальше. Извините за небольшую неполадку. Ну что ж, дамы и господа, рад приветствовать вас здесь, рад приветствовать вас сегодня, в последний весенний, так скажем, месяц, который уже развивается и вроде очищаются. И тучки, и снег, и град, потому что так колбасит природу. Так мы со всеми остальными живыми существами действительно влияем на нашу планету. И сегодня с компанией Sky World Community я расскажу вам о том, какие возможности есть у каждого человека. Какие возможности есть у нашей планеты гармонично развиваться, чтобы не было таких перепадов. Вы видите, и я думаю, каждый человек чувствует, что сейчас многое происходит не так, как должно было быть для нормального, разумного человека. Но сейчас так много проснувшихся людей, которые берут свою жизнь в свои руки и не только свою, а помогают всей остальной планете стать лучше, технологиям чище. А жизни, качество жизни гораздо выше. Самое главное, это время в нашей жизни, самый невосполнимый ресурс. Поэтому, пожелая сэкономить его для вас, посмотрите, пожалуйста, эти побуждающие факторы. Окунитесь немножко в них. Если хотя бы один вам откликается, то вы сможете на основе него прослушать всю эту презентацию и выбрать для себя, что вы можете сделать в своей жизни для нашего мира, для народного финансирования, объединения сотен тысяч людей вместе для создания чего-то действительно нужного, хорошего и необходимого для самого народа, а не для какого-то правления или каких-то определенных отвлений, технологий или сфер, конкретно для людей. Поэтому, если вас интересует дополнительный доход, финансовая независимость, может быть, собственный бизнес, личностный рост, помощь другим или новые знакомства, это все можно найти с помощью компаний Sky World Community. Может быть, вас интересует уйти с работы, которая вам не нравится, не доставляет вам удовольствия. Вы понимаете, что вы творчески не развиваетесь. А это очень важно. Либо оставление наследства, наши дети, внуки, наша династия, либо, как и тысячи человек, которых я повстречал за последние четыре года, вы думаете о всем человечестве и не только, обо всем живом на нашей планете, о будущем нашей планеты. Анатолий Эдуардович сказал прекрасную фразу. «Мы получили нашу планету не в наследство от наших родителей, мы берем ее взаймы у наших детей». Человек, осознавший смысл этой фразы, понимает, насколько важно каждое его слово и действие в этом мире. Поэтому, дамы и господа, если хотя бы что-то вам откликнулось, то вы не потратите время зря. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Я надеюсь, что у вас будет преобладать улыбка на лице, берите вкусный чай или кофе и добро пожаловать в путешествие. Но сразу, если у вас не получится дослушать, либо вы хотели бы поделиться этой презентацией, этой информацией с другими людьми, пожалуйста, сделайте принтскрин, либо сфотографируйте. Это презентации в мае, которые проходят на русскоязычное пространство. Приглашайте, подключайтесь к презентациям Влада Волкова, он рассказывает потрясающие вещи. Это лучше, чем научные передачи, потому что так много сфер, которые он захватывает, при том, что он разносторонний, развитый человек, имеет несколько образований. Очень интересно. Не пропустите. 11 мая и 25 мая в 7 часов вечера во вторник. Ну что, а мы начнем. Много презентаций, потому что много человек на нашей планете, много людей необходимо, по нашему мнению, услышать хотя бы один раз. Об этом прекрасном, об этой прекрасной технологии. И я понял, что я могу это сделать. Меня зовут Артем Курбанов, я из города Даугов, Паса из Латвии. И я всю жизнь старался делать мир лучше, всю жизнь искал полезную информацию, применял ее, проверял на себе и передавал другим людям, чтобы они могли пользоваться и моим опытом тоже. Главная задача новых поколений – родители передают опыт. Как сказано в одной песне, овладев жизнью, передай детям, что есть. И это действительно так. Мы овладеваем лучшими знаниями, находим, откидываем все, что нам не нужно, и передаем лучшее. Я стараюсь делать это со всем миром, не только со своей семьей. И когда-то я узнал о народном финансировании. Начал изучать альтернативные виды доходов и понял, что люди сами без государств, без крупных банков, без корпораций находят друг друга, как единомышленники, делятся своими ресурсами. У кого-то средства, у кого-то идеи, у кого-то время, у кого-то знания и навыки. И создают потрясающие вещи, технологии, продукты, услуги специально для народа. И это в руках народа. Это даже на сайте Forbes писали, что краудинвестинг завоевывает мир. То есть это система нового финансирования. И таких проектов тысячи. Я просто изучил очень много и выбрал самый актуальный, самый нужный, самый полезный. Почему? Потому что нас 8 миллиардов человек. И наше влияние как никогда сильно. И мы видим его, если брать слово карма, мы видим почти сразу. То есть мы видим, как наше производство, наша работа, наши транспорты, наше развитие городов, наши технологии неэкологичны. Как они шатают нашу планету. Как они расшатывают экосистему и биосистему, частью которой мы являемся. То есть мы влияем по кругу на планету, а она-то влияет на нас. И сейчас, когда нас почти 8 миллиардов человек, необходимо срочно что-то менять. Потому что уже несколько поколений назад люди, футурологи, ученые, макроэкономисты предсказывали, что наша планета действительно стоит на грани. Если мы продолжим двигаться тем же вектором, то, к сожалению, нас ждет не самое хорошее будущее. И это дело каждого. Первая часть нашего разговора пойдет именно для того, чтобы вы поняли, что теперь это касается каждого. Особенно потому, что теперь каждый может в этом поучаствовать и влиять, изменить. Может как ухудшить, а может и улучшить. И эти возможности растут, как на дрожжах по всей планете. Потому что появился интернет и соединил нас. Теперь мы как общий здравомыслящий организм, многие части которого объединяются и делают огромные прорывы. Потому что нас не как правительство, 100 или 200 тысяч человек. Нас миллионы и миллиарды. И нашу силу не объявить. И это все города, которые вы видите. Мы проживаем в этих городах. Мы урбанизировались, мы съезжаемся в эти крупные центры для того, чтобы быстро передвигаться, быстро делать. И главная тема, почему мы туда съезжаемся, а неравномерно находимся, не перенапрягая нашу экосистему. Урбанизация. И это транспорт. Главная задача, города расширялись потому и ставились там, чтобы можно было до них добраться, чтобы можно было до них доплыть и доехать. И от скорости транспорта зависела величина города. Чем быстрее транспорт, тем разумнее можно построить город немножко больше, 2 километра, 5 километров в диаметре. И добираться за один день, успевая сделать основные дела, так скажем, блочные, порядковые, чтобы хватало. Потому что если скорость маленькая, тебе нужно полтора дня ехать в одну сторону, все будет очень неудобно. В итоге наша скорость росла. И первый один из транспортов – это лодки, мореплаватели. Самый давний, но самый медленный транспорт. На нем можно ездить недели, иногда даже месяца. И сейчас для 21 века это уже не подходит. Особенно с учетом портов, погрузки и разгрузки грузов. Мы тратим на это огромное количество средств, огромное количество времени. Каждый человек на планете платит за эти простои, за неэффективную систему, которая когда-то была эффективной, но сейчас перестала справляться. Например, железная дорога. Потрясающая технология, которая дала нам такое движение, такой прорыв вперед. Вот, представьте, по 30 километров в день кирками и лопатами строили. Вы просто представляете, какое количество сейчас можно новых экологически чистых, легко строящихся, легко интегрируемых дорог построить с учетом того, что есть в 21 году. Но в 21 веке. Но в 21 веке есть и железная дорога, средняя скорость которой 15 километров в час с учетом погрузки и разгрузки. То есть то, что когда-то было полезно, уже перестало нам помогать. Конечно, вы скажете, есть же автотранспорт. Да, и он разросся невероятным образом. В некоторых городах, например, как Лос-Анджелес, 20 миллионов человек, 20 миллионов машин. Но это транспорт первого уровня. Первый уровень – наша планета. Мы на первом уровне живем. Вся биосфера живет на первом уровне. А мы туда внедряем техногенную сферу. Причем, которая вредоносная. Которая делает либо из живого мертвого, либо из мертвого мертвого. Для того, чтобы действовать. И получается, что при расширении автотранспорта мы только теряем и страдаем. Тем более, что мы стоим. Сейчас я пройдусь по этому побольше. Но наши города. Главное – это люди и живые организмы вокруг них. Хотя, если правильно, не через эго смотреть, а через эго. У нас 12 миллионов видов. Человек – один из 12 миллионов видов. Это даже не наша планета. Она общая. Мы на ней живем. И это, по факту, наш дом, который нас приютил. И мы расселились на нем. Мы развиваемся на нем. Но также наша задача – и ухаживать за ним. Жить в городах, которые дадут нам возможность ухаживать. То есть, которые дадут нам ресурсы, чтобы мы долго жили, были здоровыми. Биологические места. Но постойте. Похоже ли это на место биологического проживания? Это похоже на микросхему. Похоже, для места для роботов больше, чем для животных, для людей, для растений. Не видно, откуда там производится чистый воздух. Не видно, откуда там биовибрации. Только техногенные. Если вы почувствуете… Вы, точнее, иногда, скорее всего, чувствуете ощущение, что вам хочется на природу, прям тянет на природу, либо к реке, на озеро, к озеру, к стоячей воде, либо в лес хочется, куда-то на луг, либо к морю. Это естественная просьба наших клеточек организма. Потому что у них есть мембраны и есть вибрации. Когда мы находимся в техногенных вибрациях, квадратических, два на два, четыре, они… Они влияют на нас плохим образом, потому что наше тело живое, всё биологически живое, нет одинаковых клеток, нет одинакового такого движения. И поэтому оно рассинхронизируется. Когда мы находимся на природе, мы синхронизируемся с биологическими видами вокруг. И то есть на уровне энергии мы действительно стараемся здоровее, начинаем лучше себя чувствовать, затариваемся, можно сказать, своё тело воздухом, кислородом, свежим. То есть нам находиться в природе очень важно. Можно, конечно, хоть сколько-то оставлять, так скажем, зелени, но если строить всё на первом уровне по старым технологиям и там же пускать транспорт, то это не произойдёт. То есть у нас всё равно в будущем будет нехватка кислорода, нехватка жизненной энергии, потому что в подобных городах слишком высокий уровень стресса, слишком большие затраты на проживание. И эффективность всё понижается, чем больше становится транспорта первого уровня. Мы видим, конечно, более разумную логистику сейчас строительства новых городов, но в большинстве мы всё равно будем видеть вот такие вот случаи. Сейчас транспорта очень много. И это Китай, например, слева. 40 полос, 40 полос, которые идут на сужение. Есть как бы культура транспорта, дороги, какая-то безопасность, но не справляется. Уже не справляется. Причём уже десяток лет, как минимум. Справа Индия, Индонезия. Нет возможности экономической построить безопасную инфраструктуру транспортную. Насколько это возможно? Она получается абсолютно небезопасной. Ещё более небезопасной, чем в общем по миру. Так не должно быть. Всё это пространство может быть живым, производить плоды. На них могут жить люди. Только лишь нужно поменять концепцию, то, что транспорт не обязательно должен быть на первом уровне. Я вам покажу, как это возможно. Потому что вы уже в своих городах и в столицах, и даже в провинциях видите, что транспорта слишком много. Нечем дышать. Очень громко. И очень небезопасно. Потому что это один из самых опасных видов транспорта. Но тем не менее, мы всё равно съезжаемся в город и увеличиваем нарастающий рой. Потому что урбанизация, так скажем, желание многих людей, чтобы быстро добираться, жить внутри города и быстро добираться до разных нужных точек. Хотя по факту это всё обусловлено скоростью транспорта. То есть если у нас будет более высокая скорость транспорта, и она будет не на первом уровне, не занимая этого пространства, посмотрите, как много красных линий на правой фотографии. Это всё транспорт, который ездит. То тогда нам не придётся жить в бетонных коробках, где мы не видим ничего. Где реально в городах, которые уже не приспособлены для жизни людей. Больше для жизни роботов. И города, которые не делаются для жизни людей, их уже куда не выносят. В разных странах, действительно, в Арабских Эмиратах было много раз, что ты идёшь, прогуливаешься, интересно посмотреть, так, пешком. Проходишь, есть тротуар, доходишь до какого-то интересного здания или отеля, либо бизнес-центра, а от него нету больше, нельзя никуда пойти. Дальше только автомобильные дороги. То есть если у тебя нету автомобиля, ты не можешь никуда пройти. Тебе нужно заказывать такси. Не можешь передвигаться по городу, который сделан для человека. Тем не менее, города модернизируются. Есть новые города, понятно, но а что делать старым? Потоки увеличиваются, грузоперевозки, пассажироперевозки. Эти артерии необходимо увеличивать. И вот такие решения абсолютно пагубные для жизни человека. Представьте, первых четыре этажа никогда больше не увидят прямого солнечного света, находясь в своём доме, в своём обереге. Эти пути перерезают всё на своём пути. И флору, и фауну, грунтовые воды. То есть делает такое изменение, разделяет нашу планету. В одной стороне заболоченные местности, в другой стороне засухи. То есть транспорт первого уровня с учётом потребностей 21 века на 8, 9 или 10 миллиардов человек более неразумный. Я надеюсь, это удалось закрепить. 3-4 часа в Лос-Анджелесе, когда мы выезжали не в нужное время, мы могли вот так вот отстоять. И в одной стороне, и в белой змеи, и в красной змеи я был. Огромное количество времени, очень неинтересно, жарко, куча испарений и неприятных, дышать нечем, чувствуешь себя не очень хорошо, и действительно побаливает голова после часа такой пробки, а ещё несколько часов тут стоишь. И это во многих странах. И это есть возможность изменить. Просто электродвигатели ещё не настолько направлены, и откуда берётся энергия в них. А транспорты другие инновационные не принимаются, потому что кто-то зарабатывает. Это чей-то бизнес, нефтехимия, нефтепереработка, топливо и автотранспорт, автодороги. Транспортная инфраструктура самая дорогостоящая и самая коррумпированная, дамы и господа. И что бы мы ни делали в материальном мире с транспортом первого уровня, тяжёлого, занимающего много места, он всё равно будет служить недолго. Он будет занимать много ресурсов нашей планеты, много наших человеческих ресурсов, ресурсов всей цивилизации. Поэтому этот абсурд, его необходимо прекращать и переходить на более новые, более разумные, более экономичные и эффективные транспортные системы. Стоит только задуматься о двух направлениях в логистике. Сейчас объясню. Смотрите, 200 человек в 177 машинах. Они занимают около трёх кварталов места. То есть это очень много. Но если мы уберём машины, то сами пассажиры, для которых необходимо произвести полезную работу, перемещение из точки А в точку Б, их совсем немного. То есть эта площадь уменьшается в 8, в 10, в 15 раз. На очень много. Но давайте посмотрим, что можно с этим сделать. Электроавтобусы, как в Европе сейчас распространяются последние годы, три автобуса забирают 200 человек. То есть при разумной логистике мы можем освободить огромное количество места. Задумайтесь, всё это количество машин, кроме того, что мы занимаем место, пока едем, так потом мы ещё приехали на место, оставили её. И в нашем городе куча металлолома стоит, не двигается и занимает пространство. Там, где могли быть сады, лужайки, плодовые деревья, если была экология, которую можно было бы сразу кушать. Фонтаны, зелёное пространство, биопространство. Смотрим дальше. Ведь мы можем ещё поставить это на один лёгкий поезд, который вмещает в себя 200 пассажиров. И экологическим способом, с хорошей логистикой при скорости около 150 км в час доставлять их до места. Но это всё зависит от размера города, от необходимости самой линии. Потому что есть на сайте skyway.capital две статьи, как минимум, про новую логистику, которую предлагает Анатолий Эдуардович Леницкий. Потрясающая логистика тем, что там расписано, как можно с помощью маленьких, автономных, самоуправляющих. Вся закрытая технология транспортных средств с интервалом меньше минуты добираться до нужного места. То есть вы приходите на станцию, на телефоне, либо на самой станции набираете, куда вам нужно. Это, например, через 10 остановок. И ждёте своего транспорта. Они приходят меньше, чем через минуту, потому что они маленькие, их много, они очень лёгкие, тратят мало энергии, будут недорогие в покупке для государства или для какого-то города. Подъезжает транспортное средство, и все люди, которые нажали именно в остановку, которую вы выбрали, они видят этот транспорт, заходят в него внутрь. Скажем, это может быть 2, 4, 6 человек, 8, 16, 18, в зависимости от пропускной способности. И вы один раз разгоняясь, не останавливаетесь ни на одной промежуточной остановке, а едете с быстрой скоростью, безопасностью и полной экологичностью конкретно на вашу остановку. Представьте, какое количество экономии совершается во времени и в ресурсе. Разгон, как наш автобус разогнался, притормозил, разогнался, притормозил, всё движение тормозится. А так транспорт вышел, набрал скорость, доехал до вашей остановки, сошёл, высадил вас и, так скажем, ваших единомышленников по путешествию в нужном месте. Потрясающие статьи, очень рекомендую изучить, потому что именно такой транспорт мы и делаем, чтобы один человек мог смотреть, точнее, управлять более чем 100 транспортными средствами. А остальное всё было в автоматизации, искусственный интеллект, машинное зрение. И мы всё это уже успешно прорабатываем и сертифицируем. Поэтому вопрос логистики меняет всё. Он может убрать урбанизацию. Убрать урбанизацию, снизить все цены и на продукты, и на квадратный метр, и на услуги. Потому что людям не нужно будет так сильно добираться, так много добираться до... Точнее, жить в городах, где всё очень дорого. Они смогут жить за городом. Представьте, мы сейчас представляем одну из транспортных модулей, ЮниЛёд, высокоскоростной. И последний наш этап это сертификация высокоскоростного транспорта. 500 километров в час. Вы можете работать в соседнем городе, вы можете работать в столице своей страны, вы можете работать в соседней стране, каждый день добираясь туда и назад, не тратя много времени. Юницкий предполагает, что в городе должно быть комфортно передвигаться, чтобы путь занимал не более 20 минут внутри города. То есть это при скорости приблизительно до 150 километров в час. А междугородний 500. То есть, скажем, я живя в Даугл, если нам там, скажем, 250 километров мне до работы, то есть я могу спокойно за полчаса, за 30 минут уехать в столицу. Это столько же, сколько мы тратим на обычном транспорте в среднем. Только я преодолеваю 250 километров. Поработать и за полчаса спокойно, послушав музыку, либо поделав какие-то дыхательные практики, либо свои задания, доехать до дома через 250 километров. То есть возможности человека возрастут. Он сможет за один час времени посетить несколько точек очень далеко друг от друга. Представьте эффективность каждого человека из 8 миллиардов, которому доступен быстрые транспортные средства, которые дешевле всех транспортных отраслей, которые сейчас существуют, традиционных. То есть все смогут построить. Потому что, дамы и господа, абсолютно не все страны могут позволить себе транспорт существующий. Потому что это может быть 30, 40, 50 миллионов долларов за километр. И людям, поскольку необходимо передвигаться, они передвигаются, невзирая на это, рискуя безопасностью, действительно рискуя безопасностью, своей жизнью, ради того, чтобы перемещаться, ради того, чтобы учиться, ради того, чтобы работать, добираться к своей семье. Ну и, конечно же, путешествовать, как без этого для человека. То есть основные вещи, которые нужны человеку, они связаны с передвижением и транспортом в нашем мире, если мы берем цивилизацию целиком. И он же очень серьезно влияет на всю окружающую планету. Поэтому автотранспорт, закрепите это. Да, он самый как бы полезный, кажется, но сейчас то, что происходит глобально, он становится ужасен, потому что он начинает приносить больше вреда, чем пользы. И нашим городам необходима разгрузка, нашему воздуху необходима разгрузка. Безопасности. Полтора миллиона жизней в год мы теряем от автотранспорта. В автотранспортных катастрофах это больше, чем во всех остальных катастрофах вместе взятых. И около 10 миллионов человек становятся инвалидами. Это проблема каждого, потому что мы каждый со своими детьми, животными ходим по этим улицам, где человеческий фактор запредельный. И чем больше стресса в городах, а его с каждым днем больше, и чем больше скорости и количество машин, тем меньше мы в безопасности на первом уровне. Но ведь планета и первый уровень, он предназначен для флоры, фауны и человека. для живого. Но все это живое использует, потребляет, потребительское общество, и нам необходимо огромное количество движений не только нас, но и наших товаров, потому что мы потребляем невероятное количество, без меры. И такое, такие картины находятся по всей планете. И мы за это платим, за простой, каждый день миллионы долларов, либо даже миллиарды долларов, как ситуация в Суэцком канале. Транспорт, мы, кстати, уже предложили транспортное решение для Суэцкого канала, 156,5 километров. Как сделать так, чтобы было в 10, если не в 15 раз, эффективнее, чем то, чем та система транспортная, которая проходит там сейчас. Потому что потери, миллиарды долларов, экономический затор на полпланеты, и это все из-за одного корабля, который сел на мель. Перестают справляться наши транспортные отрасли. Их необходимо менять, иначе мы встанем в огромную проблему. Не даже смотря на то, какое влияние оно несет на окружающее дело. Об этом мы говорим сейчас. Но главные две вещи безопасности, которые здесь и сейчас, которые показывают актуальность именно прямо сейчас. Это перегрузка транспортных путей. Каждый от этого получает. Если вы задумываетесь, каждый от этого страдает. Абсолютно каждый человек. И отсутствие безопасности. Как много людей пострадало, даже наших близких, а сколько не наших близких. И сейчас каждый человек способен изменить это. Вдумайтесь, каждый человек влияет на общую ситуацию. И эти проблемы будут решены, когда мы объединимся вместе. Потому что сейчас мы объединяемся, и они решаются. Человек строит дорогу во все направления. Но планета живая. Заносит нас бархамами. Обледенение заснеживает. И те технологии, которые есть, они стоят очень недолго. Недолговечны. Неэффективны. Хотя человечество развивается и имеет огромное движение в экологии. Огромное движение в технологии. Но посмотрите, в какой стороне экология, в какой стороне технология. Вот так выглядят последствия технологии. И человек уже перестает обращать внимание, как будто это норма. Хотя, слава богу, просыпается огромное количество людей, которые понимают, что такое небо не должно быть над нашей головой. А самое интересное, что его человечество и сделало, а страдают все. То есть представьте, 11 миллионов видов, 11 миллионов 999 тысяч видов страдают из-за одного вида, самого влиятельного. И вы можете сказать, что да, мы же делаем, переходим на электротранспорт, отходим от двигателей внутреннего сгорания, эра нефти уходит. Да, но на данный момент все экологические изменения, все проекты по очистке, они лишь убирают чрезмерное. Но процесс, тенденция та же самая. То есть нас так же само используют, так скажем, как выработка планеты. Мы вырабатываем планету, сжигаем ее, а это имеет конец. Стоит задуматься о возобновляемых видах энергии, которых пытаются продвинуться уже очень долго. И сейчас, спустя столько лет, сотни, можно сказать, лет, потому что еще 100, больше 100 лет назад в Англии полицейские на электросамокатах ездили, более 100 лет назад. Почему это не распространилось? А сейчас как будто снова бум через 100 лет. Понимаете, многие, для кого-то это бизнес, многие управляют своим бизнесом. И на народ, до народа дела нет. И только наша задача смотреть, понимать и менять мир, в котором мы живем. Потому что в данный момент мы в биосфере, мы в замкнутом пространстве, там, где развивается биосфера и техногенная сфера. И если она будет вредоносной, она нас съест. Вот хорошее слово «сожрет», притом нашими же руками. А мы находимся в замкнутом пространстве, с одной стороны, атомные реакторы, так скажем, и землю, и воздух отравляют, с другой стороны, автомобили, забирают полтора миллиона жизней в год, с третьей стороны, вредоносная техногенная сфера, наше производство, дым, переработка мусора, который оставляем. А мы по центру этой закрытой комнаты пытаемся выжить. Это необходимо останавливать и перестраивать на другой вид, потому что в замкнутой комнате мы не выживем с таким, с такой тенденцией, с таким прогрессом. И, надеюсь, у меня получилось донести до вас, что загрязнение окружающей среды – это тоже важно, и это тоже дело каждого. Потому что главное, чего не хватает людям, чтобы понять, что это один из самых потрясающих проектов и ученых в 20-м и 21-м веке, это понимание, что «А, ну это меня не касается». Дорогие друзья, любимые люди, это касается каждого. И это тем более вдвойне касается каждого, потому что каждый способен это изменить, сделать свой вклад. В перегрузку транспортных путей может сделать их больше, а может сделать так, что их станет меньше. Станет так, чтобы было безопаснее и загрязнение окружающей среды, чтобы уменьшились до минимума а потом и до нуля. Как, например, некоторые страны сейчас, одна из скандинавских стран перешла рубеж, что они перерабатывают больше мусора, чем производят. Представляете, то есть они полностью свою землю теперь оставляют чистой. То есть страны двигаются, люди двигаются. Поэтому, дамы и господа, работа на чистой энергии, на возобновляемой энергии, использовать и развивать экологические технологии, даже может это будет зона некомфорта и неудобно, но мы будем двигаться в правильном векторе, который действительно сопоставим, соотносится с жизнью, расцветанием, благополучием и изобилием. В 15 раз меньше электричества потребляет струнный транспорт, чем автомобиль. Это если перевести топливо, жидкое, в эквивалент электричества. Понимаете, с помощью новых технологий, разумных мы сможем на сотни, если не на тысячу лет вперед, изменить вообще способ использования ресурсов нашей планеты, возобновления этих ресурсов. Как делать так, чтобы у нас не убывало всегда, а сохранять и приумножать. Как в инвестировании? Один из главных законов. Еще одна вещь насчет экономии, которую я хотел бы очень важно отделить. Автотранспорт первого уровня. Когда мы рассматриваем автотранспорт, он при передвижении больше всего сопротивляется и разрушает окружающий среду. То есть, главное, потеря энергии на сопротивлении и разрушении окружающей среды. Мы едем, мы сталкиваемся с воздухом, мы тремся о землю нашими шинами и теряем энергию, которую производит наш двигатель. Так вот, если осмотреть это, то тот воздух, с которым мы сталкиваемся, на скорости 60 километров где-то 30 процентов мы тратим на сопротивление воздуха. Потом у нас есть экранный эффект, снизу заходит воздух и он нас притормаживает, прижимает. И сзади есть турбулентность. Это воздушная яма, разреженный воздух, там, где мы только что были, но нас уже там нет, мы оттуда передвинулись. Туда сходится со всех сторон, так скажем, компенсируется воздух и нас тянет назад. При скорости 300 километров в час 90 процентов энергии всей двигателя тратится на сопротивление и разрушение окружающей среды. 90 процентов энергии, потеря только, которая постоянно у нас есть каждую секунду в передвижении транспорта. Что это придумал наш юницкий? Дамы и господа, здесь на каждом шагу будут такие решения, о которых вы услышите сейчас, которые в несколько порядков улучшают показатели и абсолютно новым разумным образом используются. Анатолий Эдуардович выносит транспорт на второй уровень, тем самым полностью освобождая землю для флоры, фауны и человека. Минимальный землеотвод для промежуточных и анкерных опор. Транспорт едет по трассе, по ферме берельсовой, у которой нет сплошного полотна, то есть есть только рельсы. И поэтому воздух со всех сторон проходит одинаково. Нигде, то есть нет экранного эффекта, как у автотранспорта. У него идеальный нос, который как горячее масло разрезает, который как горячее масло разрезает нож. И воздух расходится с каждой стороны, то есть сопротивление минимальное. И сзади, при таком же хвосте, воздух не завихряется, не создается такая турбулентность. И воздух уходит, не засасывая слишком сильно транспортное средство назад. Получается, что с помощью этих вещей Анатолий Эдуардович уже проверил проду, в аэротурбе есть потрясающее видео, как это происходит, создал транспортное средство, наземный электротранспорт второго уровня, струнный, который передвигается с коэффициентом аэродинамического сопротивления в 16,5 раз выше, чем у Bugatti Veyron, одной из самых дорогих и быстрых гоночных спорткаров. В 16,5 раз лучше коэффициент аэродинамического сопротивления. То есть, мы не тратим энергию, при том, что это еще легкий транспорт, его будет так быстро разогнать и затормозить. То есть, максимальная разумность при использовании каждой детали, каждой эффективности. Есть такие видеосерии по монографии Юницкого, называются «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». Шесть частей, где описывает Михаил Кириченко, как Юницкий приходил к этим решению. То есть, все последние 40-50 лет его критиковали другие ученые и люди, потому что не могли понять, не могли найти время, чтобы посидеть и рассчитать, и посмотреть, «О, так тут все работает, интересно, как он до этого догадался, пойду поговорю». Вот таких людей единицы. И в итоге он создавал все лучше и лучше. И он описывает, если три, например, рельса, думал, а если четыре, а если так колесики расположить, а если так, а если три колеса, два колеса, и он пробовал все возможные, а если форму капли, форму там рыбки, форму еще, смотрел, продувал, аэродинамику и так далее, искал десятилетиями самые лучшие характеристики. И, дамы и господа, он нашел. Именно поэтому мы около, за шесть лет, можно сказать, создали то, что создавалось бы сотни лет раньше. За шесть лет мы все это сделали, множество транспортных, хотя иногда в обычной автомобильной промышленности за шесть лет одно транспортное средство могут сделать, уже для существующей транспортной инфраструктуры. А мы делаем все, и дороги, и стрелки, и переводы, и заводы, и сам транспорт, и трассы, и во многих видах, и все это за такое малое количество времени. Феноменальная скорость. Так же, как будет у нашего юнилета. Но, подтверждая экономику, посмотрите на эти расчеты, которые дает нам Анатолий Эдуардович. Автомобилисты сейчас точно все поймут. Возобновляемые виды энергии. Электричество в эквиваленте топлива. 14 человек. Автобус передвигается 100 километров, со 100 километров в час скоростью. И тратят меньше двух литров топлива. Но это еще ладно, это более-менее. Смотрите дальше. Шесть человек, а не пять, как в обычной машине. Два огромных отделения для багажа, а не один багажник, как в машине. 100 километров преодолевают и тратят пять с половиной литров топлива. Вы скажете, ну да, более-менее, конечно, два багажа, и на человека больше. Это очень хорошо. Но этот транспорт передвигался очень быстро, очень красиво, безопасно, экологически чисто, со скоростью 500 километров в час на возобновляемых видах энергии. Поднимается, что это абсолютно другая, новая структура, новая структура перемещения грузов и пассажиров на планете. И эти четыре проблемы, они существуют, но их действительно можно решить. То есть вы понимаете, что каждая уже обозначена. И есть технологии, есть решения, чтобы убрать эти проблемы. Если бы можно было убрать коррупцию и желание оставить свой бизнес, хотя он уже неэффективен и вредоносен, то мы бы за один год начали перестраивать всю планету. И имея абсолютно новую, вы же понимаете, так много уникальных технологий сейчас. Почему они не пропускаются? Почему их не впускают? Хотя очень много людей стараются сделать так, как необходимо. Мы видим, что за последние сотни лет это, так скажем, те виды транспорта, которые сейчас вот, на которых мы сейчас ездим, они полностью захватили наш мир. И даже уже не чувствуют, мы не представляем, как можно жить без нашего автотранспорта, без самолетов. Хотя такое количество энергии мы тратим, чтобы поднять эту железную птицу. Такое количество ресурсов мы тратим, чтобы передвигаться внутри наших городов. Хотя это можно сделать максимально легко. Здесь уже решение лучше. Потому что, смотрите, земля отвод гораздо меньше, второй уровень, но по факту массивности, очень низкой скорости, очень долго и тяжело строить. Много ресурсов планеты, много ресурсов человека и времени человека. И в итоге это получается такой же тяжелый транспорт, просто у него трамвай, просто у него колеса наверху. Это не вариант. И чтобы понять, что вариант, давайте посмотрим, что есть дорога. Нам нужно из точки А в точку Б переместиться и сделать, так скажем, постоянную дорогу, чтобы могли курсировать транспорты, грузы и пассажиры. Мы по существующим технологиям, если не брать авиатранспорт, потому что он, хоть и безопасный, он самый вредоносный для нашей экологии и тратит нереально много, то есть это очень расточительно, летать с помощью двигателей таких. А здесь, на поверхности Земли, мы должны уничтожить всю флору и фаун, просто выровнять ее, просто сделать ее абсолютно ровной, неживой и в 10 слоев по технологии выложить, так скажем, разные слои, разные материалы по определенным установкам, чтобы они долго служили. Но тем не менее, что происходит с планетой, что происходит с Землей в этот момент, что происходит с животными, флорой и фауной, частью которой мы являемся. Мы не можем жить без пчел, без животных, без растений. Поэтому транспорт, который мы построили с точки А в точку Б, является настолько тяжелым и дорогостоящим. Мы так много тратим, так много теряем. Вот так это выглядит в реальности. Представьте, сколько энергии, сколько топлива необходимо потратить, чтобы сделать подобные трассы. Как много нужно энергии, чтобы проложить железнодорожную трассу в горе, взорвать, выбрать и проложить. Сейчас происходит огромное, огромное движение. Движение в два направления. Бизнес и гармоничная жизнь на планете Земля в изобилии. Человеческие технологии достигли того, что они могут полностью себя обеспечить. Мы производим товаров столько, что нам хватает на всех человек. Но мы почему-то начинаем производить больше. С миром и управлением мира что-то не так. Поэтому смотрите не через ту призму, как вы представили, видеть мир. Посмотрите сейчас с новыми аргументами, что делают люди и почему другие так мало об этом знают. Почему какая-то информация у нас льется с экрана компьютеров, телевизоров, телефонов, каждый день не отвертеться. А о каких-то вещах нужно с усердием копать, чтобы найти. Сейчас за счастье и здоровье народа, человечества и всего живого может побороться только сам народ, само человечество. Не думайте, что кто-то сделает решение за вас. Если кто-то сделает решение за вас, значит, скорее всего, в данном решении вы получите меньше, чем могли бы, если принимали решения сами. Проектов, о которых я вам сегодня... от подобных тому, о котором я вам сегодня рассказываю. тысячи, дамы и господа, только изучите, вы найдете то, что вам интересно. Я лишь рассказываю о том, который самый жизненно важный. Поэтому я и еще 500 тысяч человек приблизительно с компанией SkyWorld Community с гениальным ученым Анатолием Эдуардовичем Юницким создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная или автодорожная. Это слова генерального конструктора SkyWay Анатолия Юницкого, который всю жизнь отдал тому, чтобы сделать этот мир лучше для всего живого. Не для себя, не для своей семьи, не для своей страны, не для своего народа, не для русских или белорусов, не для континента, для всей планеты и не для человечества, а для всех 12 миллионов видов. Потому что мы можем жить только в симбиозе, только совместно, в нашей биосфере. И в этой вот плоскости биосферы места вредоносным технологиям нету. Техногенная вредоносная сфера должна быть вынесена. Но до этого еще нужно дойти. Люди не могут поверить вот в это, то, что вы в реальном фото видите сейчас перед собой, что этот транспорт по струнам, можно сказать, практически летает, едет. Я лично сам катался на этом транспорте несколько раз, два раза в 2019 году. То есть это полностью работает, опробовано. Причем я катался на разных видах транспорта, но еще на других видах трасс. И сейчас люди наконец-то собрались совместно и уже находятся на 14-м из 15 этапов развития этого проекта. Это самый первый проект, который позволит запустить технологии всего эко-мира. То есть это много технологий. А это самый актуальный. Первый, который необходимо поменять. У нас станет больше жителей, которые не погибнут. Станет лучше экология. У нас будет больше энергии. У нас будет больше пространства на планете. Цена всего уменьшится, потому что транспорт вынесется на второй уровень. И мы оберегаем мир, живой мир, вынося транспорт на 15 метров, на 5 метров, либо на 30 метров, как нам необходимо. Это позволит действительно объять любые просторы. Места хватит всем. Урбанизации нет необходимости. Не волнуйтесь, что эти транспорты едут поверху. Безопасность, по словам Анатолия Эдуардовича, более чем в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. Противосходная система, безотказный мотор, колеса, хотя везде продуманы под любые поломки, как сделать так, чтобы пассажир оказался в полном комфорте и в безопасности. Поэтому транспорты могут отбуксировать другую, можно спуститься с этого транспорта, все системы сделаны. Даже если что-то происходит, даже одно мотор-колесо может доставить легкий подвижной состав до места его ремонта либо замены. И трассы. Помните, как мы строили трассу из точки А в точку Б? Снося все на свое пути, закладывая, только потом пуская транспорт. Здесь же струны, предварительно натянутые, дают нам такой эффект. Ведь у металла главных эффектов таких, его можно согнуть, его можно сжать, его можно скрутить и его можно растянуть. Так вот, если взять четвертое свойство растяжения и натянуть пучки струн, определенных, чтобы они очень-очень долго сохраняли крепкость и стояли ровно, мы получаем дорогу, прямую, ровную, слегка эластичную дорогу, которой не страшен ни снег, ни дождь, ни ветер, ни обледенение. То есть потрясающая, уникальная дорога, которую можно построить очень быстро, которая занимает мало ресурсов и которую ты можешь выставить где угодно без изменения планеты. Она просто будет проходить сверху. Представляете? А все напряжение на земную кору. То есть ей абсолютно ничего, а у нас есть прямая дорога, которая абсолютно вписывается и никак не мешает окружающему миру. Вот так приблизительно это выглядит. Это один из видов рельс. Пучки струн натянутые, все это в заполнителе, наполнитель, это специальный бетон, технология наших инженеров, который фиксирует струны, упрочняет стенки, консервирует и шумопоглощает. И все это в корпусе рельса и головка рельса сверху. Сверху идет стальное колесо с самым большим коэффициентом полезного действия. Стальное колесо по стальному рельсу. Больше информации вы можете узнать на сайте unitsky.engineer. И есть разные виды транспорта и разные виды трасс. То есть под каждый участок, под мультимиллионники, под города с одним миллионом, там, где 100 тысяч, там, где 10 тысяч или там, где тысяча, можно будет поставить разные транспортные средства. Конечно же, и по разным трассам можно будут и разные транспортные средства ехать. Например, вот по центру это берельсовая ферма, подвесной и навесной, более крепкая, чуть уже опоры, там, например, 40 метров и между опорами. Такой же маленький вземный отвод по факту, но могут уже проезжать крупноговоритные, например, много пассажирские, многосоставные транспортные средства, например, на 200-250 человек, 10 вагонов по 25, либо поезда большие, если необходимо дозаставить много контейнеров. Хотя по факту каждое транспортное средство полуандроид и может само. Получил от вас команду и все, оно поехало и доставит ровно до места, абсолютно безопасно. А вы все это время свободно, отдыхаете и занимаетесь чем хотите. Но больше всего мне нравится нижняя трасса. Это провисающая трасса, легкая, одна из самых легких. Сейчас она уже представлена 400 метров, 400 метров между опорами. Представляете, любые места могут быть, так скажем, прошиты данным транспортом, как стежки на швейной машине, потому что они устанавливаются очень быстро, растягиваются очень легко, дают огромную эффективность и могут строиться где угодно. Представьте, здесь есть дома, озеро, овраг, а этот транспорт спокойно передвигается и через дома, и через овраги, через озера, через реки. То есть нашему транспорту теперь все дороги открыты. Притом, я вам рассказывал, наши технологии, они лучше по отношению к этому лучше, лучше и тут лучше. Самое главное, что они еще и меньше занимают ресурсов и меньше стоят, чем остальные транспортные отрасли, потому что это народная технология, и ее развивают люди, и ее развивает и Анатолий Эдуардович, для людей. На этом транспорте действительно ощущение, как будто ты летишь, вот на том дальнем. Ты летишь, а вокруг тебя происходит стройка, происходит какое-то развитие технологий, много людей, цветут сады, и ты понимаешь, что твой транспорт никак вредоносно не влияет на то, что происходит вокруг. Ты, как и мир вокруг тебя, цветет, а вокруг тебя созданные тобой технологии, экологические. Насколько это важно видеть и понимать, что от твоей жизнедеятельности мир вокруг процветает. Это сделали мы с нашими единомышленниками. С вами, дорогие друзья, 500 тысяч человек создают новую транспортную отрасль, которую очень долго не пропускали. Но сейчас отвертеться будет невозможно, потому что уже столько трасс сделано, столько транспортов, уже часть сертифицирована и трасс, и транспортов. Есть адресные проекты, есть предзаказы, есть люди, которые работают конкретно над адресными проектами, которые сейчас уже и могут, так скажем, в скором времени, о которых могут объявить прям во всеуслышание, потому что уже в этом году Анатолий Эдуардович сказал, что будет подписано минимум три контракта на адресные проекты, и мы полностью готовимся. Особенно прекрасная подготовка происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть уже связаны несколько даже уголков планеты, бизнес-центры, так скажем, технологические центры, потому что из Арабских Эмиратов идет огромный, огромное влияние на мир, и у нас там огромное сотрудничество. Так же, как и Белоруссия, это часть и как бы и Европы, и часть России. То есть мы захватили таких две точки прекрасных для строения бизнеса, нашли единомышленников, которые думают в нашем же направлении. И все это смог сделать один гениальный ученый. Под его началом все это начало работать. Анатолий Эдуардович Винницкий, Леонардо да Винчи нашего времени, человек, который сделал около 200 изобретений, который написал около 20 монографий, несколько грантов в ООН, всю свою жизнь отдал науке и экологическим технологиям для того, чтобы сделать мир всей живой флоры, всей живой фауны, и, конечно же, человека, действительно гармоничным и в изобилии, чтобы мы действительно жили в изобилии, в хорошем. И он попал в книгу, в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», 100 выдающихся лизеров России, потому что он сделал очень много. Когда я начал изучать, кто это такой, что он сделал, как он видит этот мир, что он пережил, продвигая экологические технологии ради блага, а не ради бизнеса, и с чем ему пришлось столкнуться. А ООН, оказывается, понимал все эти проблемы еще 50 лет назад, понимал, куда движется техногенная сфера, куда движется человек, и какими способами все это делается. И потратил все свои годы на то, чтобы это изменить, потому что понимал, что осталось 5-7 поколений до точки невозврата, когда человечество не сможет больше ничего изменить. Дамы и господа, прошел час нашей презентации, и если вы считаете, что это действительно дело каждого, прошу, остаемся с нами, если нет, сделайте, может, свое исследование. Посмотрите, что вас привлекло в этом, потому что я уверен, каждый человек найдет полезное для себя. Звоните и пишите, а мы с вами продолжим, и я расскажу, насколько широко компания уже развилась, насколько прекрасно уже у технологии дела, и какие возможности есть у вас. Ведь Анатолий Эдуардович прошел по всему миру, как и я уже 4 года действительно стараюсь в разных уголках планеты с разными людьми хотя бы один раз поговорить о том, какие экологические технологии, какую революцию экотехнологическую запускает Анатолий Эдуардович. И он объехал много стран, нашел много единомышленников, например, таких как Далай-Лама, который благословил и Юницкого, и нашу технологию, то, что он делает, потому что он действительно спасает планету Землю вместе со всем живым. Просто человек, смертный человек, который понимает, что это часть его дома, и он ответственный. Не важно, что думают другие, а он ответственный за свой дом. И он делает лучшее, делает лучший транспорт, лучшие города, экопоселения, разработал лучший гумус, и представил, и разработал, как вынести вредоносную техногенную сферу в ближний космос, чтобы она не дымила в нашу биосферу, не разрушала ее. И у него все это получится, потому что все эти проекты уже готовы, технологии написаны, необходимо только помогать ему материализовать это, превращать из чертежей все его задумки в жизнь, в материю. И это у нас получается просто прекрасно, потому что мы уже на 14 из 15 этапов развития мы создали транспорт, который является полуандроидом, с искусственным интеллектом, с машинным зрением. Более 250 датчиков в данном транспортном средстве. Это, можно сказать, серьезнее, чем авиаконструкции, чем самолет, с учетом всех его характеристик и полезного действия, которое он придает человеку. Это закрывающая технология. Знаете такое понятие? Технологии, которые могут освобождать время человека, то есть человек ее настроил, и она работает во благо человечества, занимая минимум или вообще не занимая времени и энергии человека, но принося много пользы. Этот транспорт, эта транспортная система и другие технологии Анатолия Эдуардовича, это и есть закрывающие технологии по большей части, потому что с помощью этого человек освободит огромное количество времени, огромное количество ресурсов, сделает мир намного безопаснее, потому что это целый рой совместно транспорта, соединены между друг другом через искусственный интеллект, через алгоритмы, понимающие, как поступать в той или иной ситуации, где один человек может управлять сотнями транспортных средств. Мы стоим на пороге фантастического открытия, фантастической реализации уже в физическом мире. Это действительно один из самых уникальных и экологически чистых транспортов, который даст нам лучшие характеристики, которые нам только возможны. Посмотрите сюда, дамы и господа. Без капитального ремонта до 100 лет. Эксплуатационные расходы минимальные. Тратят энергии минимальные. Пропускная способность супервысокая. Строится где угодно. Транспортная аварийность просто самая маленькая из всех возможных. этот транспорт меняет уже представление о будущем и изменит все положение вещей. Потому что зачем использовать пейджер, когда у нас есть мобильный телефон? Зачем использовать железную дорогу, когда у нас есть супербыстрый, безопасный надземный электротранспорт? Мы, конечно, знаем, что есть сейчас разработки, но посмотрите, они, во-первых, небезопасны, во-вторых, можно строить только по ровной. Помните эту историю. Ровно выбрали флорофауну, вымели. Ужасно. No limits. Skyway можно строить куда угодно. Плюс внутри может быть три инфраструктуры. Электричество, энергия, интернет-информация и сам транспорт. Получается, всюду, куда мы построили нашу сеть, Transnet, транспортные сети, всюду есть у человека то, что ему необходимо для гармоничного развития, для нового города, для всего, что ему необходимо. Ну и скорости и цена. У Юницкого есть разработка передвижения в фар-вакууме. То есть высокоскоростной транспорт, который мы развиваем в рамках 15 этапов струнного транспорта, это 500 км в час. Одна из следующих технологий это передвижение в фар-вакууме до 1250 км в час, который он разработал более 20 лет назад. Но все это тормозится, дамы и господа, потому что у кого-то бизнес. А сейчас с учетом того, что происходит с миром и с учетом того, что с нефтью становится все не так весело, люди все-таки, точнее не люди, а управляющие нашими странами, нашей планетой, все-таки начинают отходить от традиционных видов топлива и переходить на возобновляемое. И это очень здорово. Но мы будем впереди этого, потому что у нас все эти технологии уже разработаны в одном проекте. Точнее, не в одном проекте, а в одном человеке. В одних компаниях Unitsky Stream технология, технологическая инжиринговая компания, которая уже за 6 лет может доказать, что она работает перфектно, лучше, чем все другие компании. Является одной из самых больших налогоплательщиков в Белоруссии, нашей заостренной технологии, как раньше назывались. И мы сделали уже много видов транспорта в железе. 12 видов транспорта, всего 16. И грузовой, и пассажирский, и составной, и даже юнилит, который мы представили. Когда я попал, когда мне попала информация, я уже начал изучать, так скажем, через год, как первый раз услышал, может чуть больше, я еще тогда ни один транспорт не ездил. А потом я увидел, как поехал первый транспорт и понял, да, да, я не зря сделал, я правильно сделал, я понимал, что у них может не получиться, и что вообще, как работает такая система, народное финансирование, я не был знаком. Но думаю, если я не поддержу, это же вообще, это глобально, вообще, в истории, самый глобальный проект в истории человечества, если так, как он все говорит, а каждый следующий его, еще глобальный, думаю, ну нет, ты должен попробовать помочь данному человеку, данному ученому. ты как минимум пожалеешь, если ничего с этим не сделаешь, потому что посмотри, что вокруг с миром происходит. Тут человек хотя бы предлагает конкретные решения, которые можно просмотреть и с инженером, и с юристом, и так далее, и вы видите, ну да, вот тут вот так, вот тут вот так, реально работающие, реальные предложения, которые могут поддержать, и которые вы сейчас уже видите, как 14 этапов. Прекрасно реализуются все эти предложения, и мы уже пошли, почти подошли к окончанию нашего проекта. Все эти транспортные средства уже в железе. Я на части из них катался, все трогал и обнимал, потому что это часть моего детища, это часть моего бизнеса, это часть моего инструмента, которым и я вместе с Анатолием Эдуардовичем спасаю планету. И огромное количество уже испытаний проведено, и мы реально видим, что транспорт действительно отвечает своим характеристикам, действительно уже завоевывает мир. И, конечно же, мы стараемся сделать так, чтобы это завоевание было быстрее. Чем больше людей узнают, тем быстрее мы закончим 14-15 этап. Это самая важная задача сейчас. Самые дорогостоящие этапы 14-15, потому что там скоростной транспорт, высокоскоростной, 500 км в час, нужно сертифицировать. Но все остальное, что за 14 этапов, мы уже сертифицировали. То есть получается, последние два этапа, их можно закончить за несколько лет, а может и быстрее, может и за год. Все зависит от того, как поступает финансирование, потому что каждое следующее действие в народном финансировании можно осуществить, если есть на это средства. Итак, за 6 лет мы прошли 14 этапов. Подумайте, какие риски остались, при том, что верно, и это немедленно, это очень быстро и верно, мы идем к реализации данных 15 этапов. Мы, конечно же, представлялись на всех возможных выставках, связанных с транспортом. Одна из них, например, и на Трансберлин, раз в два года проходит. 160 тысяч человек, 183 тысячи квадратных метров. Потрясающее место, где съезжаются... Было 3050 стендов. Мы один из самых лучших. 18 делегаций, точнее, из 18 стран, 25 делегаций все были у нас. Все видели. Было такое сплотворение. Очень много партнеров приехало посмотреть, поддержать. И в итоге не пожалела, потому что на всех языках спрашивали, что это такое и с чем это кушать. Потому что это лучшая, одна из лучших инноваций, которая была на всем комплексе. Представьте, внутри автобусы ходят вот такого масштаба. С каждой страны и с разных компаний были люди. То есть это мировое событие. И мы там были одни из лучших. Также мы были и в Индии, на Smart Cities. Это целая серия была выставок, потому что они хотят сделать серию из 100 умных городов. И нужно связывать его новым экологическим транспортом. И мы бы показали себя там отличным способом. Этот юни-лет, конечно, просто фантастический. 5 тонн с учетом пассажиров и грузов. Чуть больше, 5 тонн, наверное. Потому что без грузов пассажиров было 4 с копеечкой. 6 мест, 2 огромных багажа, полный люкс, двигается все, тебе настолько удобно. Потрясающий вид, полный компьютер, подключение. Ты видишь все, можешь посмотреть карту. То есть люксовый автомобиль, электромобиль второго уровня, только, который передвигается со скоростью 500 км в час. А стоимость его будет как хорошего джипа. То есть поначалу государства будут покупать, когда мы сертифицируем эти транспорты. Потому что это будут большие сети транспортные, например, внутри города и транспорты, которые будут всю эту сеть обслуживать с учетом потребностей города. Также корпорации крупные смогут, например, купить. Но потом, когда с каждым расширением этих трасс мы сможем покупать свои транспортные средства, оборудовать его так, как мы хотим и спокойно в своем транспортном средстве ехать туда, куда нам нужно. Когда будет система Transnet, то мы сможем передвигаться на своем транспортном средстве по всей планете на экологически чисто, полностью безопасно. И очень быстро, дамы и господа, очень быстро. Но для этого нам необходимо все сертифицировать. нам необходимо сделать так, чтобы все характеристики по законам сейчас нашего мира были доказаны, что это настолько безопасно, вот такая скорость, вот столько стоит и так далее. Мы все это и сейчас испытываем. Получаем сертификаты, патенты, более 83, ну, их считать не сосчитать, но я знаю человека, одного дипломата, который проверял каждый из этих документов и сказал, что все, да, все работает. А потом узнал, что у Анатолия Эдуардовича оказывается одно из высших образований патентное право. Поэтому вся наша технология защищена потрясающе. Больше информации вы можете узнать на сайте www.unitsky.engineer, потому что мы двигаемся в разных странах, но больше всего, конечно, Белоруссия, Арабские Эмираты. Хотя я вас еще порадую информацией, начат адресный проект. И сейчас это все сертифицирует, уже более тысячи человек. То есть все, кто являются совладельцами компаний, мы являемся совладельцами всего этого, всей этой технологии, всего этого штата. У нас передовой штат, более тысячи сотрудников, высококлассных специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию, которые работают на передовых компьютерах с фантастически новым железом, новое, так скажем, программное обеспечение, новый 3D-экспириенс, например, от Dasalt, программ, в которой мы делаем 3D-модели виртуальной среде и можем очень много проработать и узнать прямо там, не делая это в железе. То есть это самое передовое. И мы причем уже являемся экспертами. На некоторых выставках мы уже наши ребята с нашей компании представляли то, что мы делаем, как мы работаем в нашей компании. То есть хотя это передовая, как бы, в общем целом, практически новая такая отрасль. И все эти люди размещены в разных уже городах. У нас есть несколько офисов. Более 20 тысяч квадратных метров уже площади наших зданий. Здесь около чуть больше 80 конструкторских бюро, которые каждая отвечает за свое направление развития всей транспортной струнной отрасли. И это один из новых наших офисов девятиэтажных. Более 10 тысяч квадратных метров. Но это не все. Мы, каждый из вас являемся совладельцами трех заводов. Бывший завод Йомобилия на территории Белоруссии еще два. На одном строятся подвижные составы, на другом строятся сами трассы. Третий сейчас мы сделали сами вместе с офисным зданием с нуля. И там, как уже, как лаборатория стоят некоторые очень здоровские станки. Кстати говоря, некоторые станки по 500 тысяч долларов стоят. И у нас такой не один. 3D-принтеры, лазерные резки, гибкие. То есть мы создаем продукцию, которую можно было космические корабли делать, можно сказать. Но это не проще, чем авиация. И мы делаем надземный, самый актуальный транспорт, который потом испытываем, демонстрируем и сертифицируем. А делаем мы это на специальных полигонах. И в 2016 году, после не самой хорошей ситуации с Литвой, когда нам сначала дали полный зеленый свет, а потом с помощью правительства, можно сказать, государственного очевидно, нам запретили Юницкого объявили мошенникам, заморозили средства, офис. То есть огромное количество работы были проделаны, чтобы в Литве начать строить этот полигон. Но в итоге нас откинуло почти на два года. И потом в Белоруссии следующий полигон. Кстати говоря, в том деле на нас еще подали в суд, и в итоге мы суд выиграли и получили еще и, так скажем, то, что потеряли, еще и сверху. И подали суд в ответ в высшие инстанции, потому что это коррумпированная деятельность. Кто-то специально сделал так, чтобы притормозить наш проект. Вы можете узнать об этом чуть больше, потому что это был большой достаточно скандал. Но мы продолжаем двигаться, несмотря ни на что. Юницкого не остановить и экологические и народные технологии не остановить. И если в 2016 году это только начинало так выглядеть, то в 2019 году мы, когда приехали туда, мы увидели, как все ездит. Уже все трассы работали, все работало. То есть это действительно экологический технологический центр, в котором разрабатываются, испытываются и демонстрируются экологические новые инновационные технологии, инновации. А в 2021 году мы видим, как все цветет, все работает, дополняются здания, и это все часть нашего имущества. Мы совладельцы всего этого. И это только начало. Как только компания закончит 15 этап и выйдет на самофинансирование, ей ничего из этого уже не нужно будет. То есть ничего из того, как сейчас привлекаются инвестиции. Хотя есть вероятность, что людям повезет, и мы также продолжим продвигать адресные проекты по всему миру. ведь люди сами, жители лучше знают, где им нужно, и лучше соберутся совместно, чтобы профинансировать себе дорогу, на которой сами будут ездить, и сами будут мало за это платить, получать много пользы. Это сейчас будет продвигаться, потому что народное финансирование действительно меняет мир экономики. Но сейчас уже очередь на данную технологию есть, даже при том, что мы не закончили. А когда пятнадцатый этап закончится, на самофинансирование уже с учетом прибыли и дивиденды будут всекаждому совладельцу, и капитализация компании будет расти. То есть мы сейчас за несколько сотен миллионов сделали эту компанию, а она будет стоить сотни миллиардов, потому что уникальные, точнее, уже известные вещи соединены уникальным пустем, и это хорошо работает. Дамы и господа, мы стоим действительно перед открытием нового витка эволюции. Если вы хотите узнать чуть больше, потому что за полтора часа я, конечно же, все не объясню, посмотрите, пожалуйста, Экофест 2020. Каждый год мы приезжаем в Белоруссию, чтобы посмотреть, но поскольку карантин был сделан онлайн, мы приезжали с разных стран. 5-7 тысяч человек приезжало в одно место, чтобы посмотреть и послушать, что сделано за год. Каждый инвестор хотел бы узнать, как работают его средства. Те, кто кредитует компанию по договору конвертируемого займа. прекрасная практика, которая сейчас дает возможность абсолютно любому человеку на планете стать владельцем многих бизнесов по всему миру, в разных странах, на разных континентах и получать с этого и пользу, и так же самое тем, что ты поддержал, давать пользу окружающему миру. вы найдете в YouTube EcoFest 2020. Там есть либо четыре коробки видео, либо одно длинное, где еще подключаются с разных стран команды, которые вместе продвигают и, так скажем, работа многих сотен тысяч людей это то, что я вам сегодня показываю. Частью чего вы можете стать. А теперь то, что я хотел вас порадовать. Из вебинара Владимира Маслова есть такая информация, что, зная положение стадий адресных проектов, уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. Кроме того, рассматривается подготовка к проектированию 200 километров и 890 километров трасс. Почти 2000 километров трасс уже сейчас прорабатываются как первые адресные проекты. Один из них точно мы начнем строить в этом году. То есть, это как бы это работа, то есть, представьте, строительство, но до строительства проекта. Мы же не можем видеть все, там еще предпроектные работы, настолько большие, которые занимают чуть ли не 50% времени и ресурсов. Поэтому, пункт 2. Я здесь отмечаю проекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы уже слышали про два, как минимум, в Объединенных. Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении и Нигерии. И это только то, о чем я в той или иной степени знаю. То есть нам на официальном уровне будут рассказывать такие важные вещи уже на данном, на данной стадии развития этапа, уже когда будут подписаны, чтобы никто никак не мог помочь. Потому что в транспортной отрасли могут скупить землю и потом не хотеть продать. То есть узнают, где будет трасса и начинают скупать там быстро землю, чтобы затормозить строительство или сделать его невыгодным. И так далее. То есть много вещей происходит, если люди рассматривают страны как бизнес, как фирму, просчитывая прибыль, либо людей и населения. Юницкий же рассматривает это абсолютно по-другому. Посмотрите, сфотографируйте для себя, чтобы оценить потом, насколько все-таки продвижение за последние 6 лет данной технологии, насколько большие успехи и насколько слабости стали еще меньше, насколько риски снизились с учетом того, как мы сейчас двигаемся. И вы поймете, что это один из успешнейших и крупнейших проектов за всю историю человечества. Актуальнейших и самых, одного из самых влиятельных на все аспекты жизни. Абсолютно на все. И вы видите, как эта технология, которая влияет на все аспекты жизни, уже реализуется на ваших глазах. Так приятно видеть. И давайте не забывать помнить не только о Белоруссии, но и не забывать про Объединенные Арабские Эмираты, где мы на мировом уровне заявили о себе, где нам предоставили на самом фасаде огромного технологического и исследовательского центра SRTI Park в Эмирате Шарджи, который является в ЮНЕСКО культурной столицей Арабских Эмиратов. Нам выделили 28 гектаров прямо на самом фасаде. Там должны были быть другие компании. Эмир Шарджи, поскольку является ученым, защитил две докторских диссертации и, скорее всего, изучил глубинно вопрос с ЮНЕСКИМ, что он делает, сказал, я хочу ездить сюда к себе на работу и хочу, чтобы это будущее вот прямо у меня вот здесь, под боком было. И с одной стороны, Американский университет Шарджи 50 тысяч студентов, которые рядом с технологическим центром. То есть это как Силиконовая долина, Сколково. И рядом с самым крупным, он один из самых крупных в мире университетов. И получается, у нас там даже будет кафедра Skyway, то есть ученики смогут сразу на легком, провисающем транспорте добираться в Research and Development Center нашего струнного транспорта и там уже на практике работать по улучшению мира. Я сначала расстроился, потому что мы должны были строить трассу в Белоруссии. Мы собирали соглашение, у нас уже построены первые трассы, они сертифицируются, и нужно было строительство еще 20 километров, берельсовые трассы, чтобы разогнать скоростной транспорт, высокоскоростной, до 500 километров в час. То есть это где-то 10 километров ускорения, 10 комментов торможения, ну и 5 километров хотя бы в середине. В итоге из 27 согласований нам не дали последнее. То есть даже в самой Белоруссии нам вставили палки в колеса и не дали сделать высокоскоростной транспорт, потому что это фурор на все население планеты. Видимо, кому-то это было очень невыгодно. Как можно вообще быть настолько эгоистичным, чтобы тормозить такой прогресс? Я не понимаю, как угодно. Надеюсь, и вы тоже не понимаете, не признаете. Но в итоге Юницкий, оказывается, еще с 2000-х лет сотрудничает с Объединенными Арабскими Эмиратами. И поэтому сразу же понял, что за ситуация, и теперь у нас огромное сотрудничество вместе с Арабскими Эмиратами. Там они полностью желают, чтобы мы развивались на их территории. И полностью делают все для того, чтобы это было комфортно и быстро. Мы за полгода создали то, что создается за несколько лет. Проект, предпроектной работы, какой там будет центр. И я подумал, о, это еще надолго, наверное, потому что это еще лет 10, такую красоту строить. Но я ошибался. Я недооценил, то насколько быстро будут строиться. И в итоге в 2019 году у нас получилось попасть в Дубай. 98 человек из 18 стран с разных уголков планеты, с разных континентов, единомышленников, таких как я, которые хотят максимально эффективно помочь данной технологии встать на ноги, закончить 15. Дальше будем смотреть. Может вообще на отдых пойду и перестану преподавать, сделать мир лучше, а займусь детьми. Но сейчас нет ничего важнее, чем запустить этот транспорт, чем дать, закончить 15 этапов, чтобы были адресные проекты, команда, которую можно сделать и производство. То есть соедините этих три вещи, дальше все пойдет само. У Ленинского точно пойдет. И в итоге мы приехали, и там у нас заканчивался целый курс, год встреч, для того, чтобы люди с разным интеллектом на разных языках могли работать в международной компании и сообща быстро реализовывать и расширять ее, чтобы она процветала. И я, конечно, там был ответственен как и за организацию мероприятий вместе с моими прекрасными коллегами, с тремя прекрасными дамами. Но также у меня была задача оздоровления, чтобы люди были здоровы, сделать зарядку каждое утро, чтобы у них было много энергии и чтобы, так скажем, дыхательные практики, чтобы эта энергия вся усваивалась. И мы, конечно же, кроме обучения, попали и в шарджи, попали в наш инновационный центр, увидели уже первые работы, начало строительства первого деревянного здания, потому что их вообще запрещено строить в Объединенных Арабских Эмиратах. Только Юницкому по его технологиям разрешили. Увидели первые промежуточные опоры, первые анкерные, увидели Юницкого, который рассказал, насколько здорово сейчас дела, и что, к сожалению, он сразу все не может сейчас, как раньше, говорить, потому что сотрудничество невероятно на высоком уровне, и оно требует определенных условий, тем более с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это очень серьезно и очень перспективно. Но, с другой стороны, хорошо, ведь к такому городу, как и этому, хорошо идет сразу наш транспорт. Он как будто влитой, а не из одной эры. Новые технологии. И действительно, они это поняли, и нас представили на Всемирном правительственном саммите, где представители 140 стран разговаривали не о локальных, а о глобальных ситуациях. И одна из частей представления экологический транспорт был наш транспорт. Инноваций всего было две. И наш электротранспорт был в топе. И мы сейчас на основе всего этого с помощью РТА, это Транспортная Государственная Служба Дубая, либо даже Объединенных Арабских Эмиратов, у нас есть официальный проект. Дубай-Марина, бизнес-центр, 15 километров, 21 станция. И транспорт, мы уже доказали, что он работает. Ведь Арабские Эмираты сказали, мы видим, что вы работаете, нам не обязательно, чтобы вы заканчивали 15 этапов. Главное, покажите, есть ли у вас решение для тропиков, для вездесущего песка, огромного количества солей в воздухе, который разъедает конструкции, и огромной температуры, которая коребит, так скажем, и свое влияние делает. И мы показали. Анатолий Эдуардович представил Юникар в тропическом исполнении, VIP-исполнение, потрясающее транспортное средство. Уже представили его Эмиру, представили успешно и получили зеленый свет на следующее движение. И сейчас уже четыре трассы строятся там. Первая уже в мае будет способна, точнее, не способна, а готова. Способна она уже давно. Готова принимать посетители, будут кататься Эмиру Шарджи. Тоже представлена возможность проехаться на данном транспорте и почувствовать, что это такое. 2018 год, как раз, когда, ну вот, мы приблизительно в это время и были. 2018, конец 2018, мы были в 2019. И посмотрите сюда. Все, все строится, все работает. Потрясающе выглядит. Разные виды трасс. Трасса для грузоперевозок с 50 тонн транспортное средство плюс груз 15 плюс 35. Любого рода контейнер. Представьте, мы берем любые грузовые перевозки на нашей планете и адаптируем на новый, более экономичный, безопасный, экологичный уровень. Быстрее и легче. Любой, самый прибыльный бизнес делаем экологически и безопасным. Это главное, что нужно понимать. А дальше все остальное. Потому что это прорыв. Это придет сначала на помощь, а потом заменит все, что необходимо. Это вся работа происходит. Прямо здесь и сейчас. И уже в ближайшие годы мы покажем, как будущее просто превратилось в настоящее. Хотя еще 5 лет назад мне кто-то говорил, да ладно, вы через лет 50, наверное, построите транспорт, который сможет человека производить, и через лет 60, которые грузы смогут. Я не знаю, где ты находишься, дорогой мой любимый друг. Пожалуйста, посмотри, какие успехи сделаны с помощью людей. И если бы ты был с нами, было бы поставлено, возможно, на одну опору больше. Либо сделано чуть-чуть больше. Либо мы ближе были бы к 15 этапу. Потому что это от каждого из нас зависит. Ведь сейчас уже мы показываем наилучшие грузовые возможности. То есть сейчас уже на весь мир трубит то, что написано на данном контейнера. Это одна из лучших характеристик сейчас. Тем более, этот транспорт полностью автоматизированный. Убирается человеческий фактор. Все грузоперевозки, их масштабность и прибыль смогут выйти на абсолютно новый уровень. И цены смогут снизиться, потому что все экономично. Минимум затрат для максимального полезного действия. Представьте, один человек более 100 транспортных средств может контролировать. А то и более. Потому что системы-то будут развиваться. Это всего лишь четвертое поколение. И что мы представим сейчас на Экспо-2021 крупнейшей международной выставке? Это будет фурор. И что продолжится дальше? Дамы и господа, стоит только интересоваться. Сейчас такое количество информации. Потому что даже несмотря на карантин, к нам ездят представители и Индонезии, и Европы, и, так скажем, тропического климата, для того, чтобы посмотреть, как идут успехи, насколько все здорово строится, чтобы все работает. То есть это действительно передовое. Еще год назад конкретно уже на официальном уровне говорилось, что несколько соседних стран тропического климата наблюдают за технологией, за развитие, за сертификацией технологий. То есть это важно и для других. Просто они стоят в стороне и не светятся пока, потому что, видимо, в этом нет необходимости. А мы продолжаем. Мы продолжаем строить инновационный, надземный, скоростной и безопасный, экономичный и легко интегрируемый, экологически чистый транспорт для всего живого на Земле. Потому что, изменяя транспорт для человека, мы изменяем все положение для всех. И сейчас напомню, 14 из 15 этапов, дамы и господа, я думаю, что у меня удалось донести, что есть проблемы на планете. Они касаются каждого. Мы влияем на их увеличение и уменьшение. И, надеюсь, мне удалось донести, что каждый человек сейчас, в 21 веке, может повлиять на это. Может усугубить, а может ускорить технологии развития, ускорить услуги. Найдите хотя бы что, что понравится вам. Потому что возможность поддержать других людей по всему миру, это очень классно. Представьте, у кого-то есть классные идеи, но нет ресурсов. А кто-то хочет сделать мир лучше, но у него нет идей, но есть ресурс, он денег заработал, либо какие-то умения. Эти люди через интернет сейчас объединяются и делают фантастические вещи. Как вы, наверное, знаете, то, что один человек может сделать х1, два человека могут сделать уже в 7 раз больше, чем один, а три человека в 50 раз больше. Поэтому, дамы и господа, делитесь, интересуйтесь, развиваясь. сейчас внимание к проекту так же важно, как и на первом этапе. Финансирование его так же важно, как и на первом этапе. Поэтому, пожалуйста, каждый человек, которого вы считаете разумным, либо даже без этого счета, просто каждому человеку, покажите хотя бы одно видео, две с половиной минутки, что такое Skyway, что такое струнная транспортная система, или кто такой Юницкий. Каждый человек, кто узнал слишком много, перевалил за какую-то информацию, больше не смог отвертеться от нее, потому что он начал изучать дальше и понял, что это дело рук многих сотен, тысяч людей, которые... У нас есть и инженера, и военные, и связанные люди с юриспределенцией, с экономикой. Представьте, 500 тысяч человек со всей планеты. И каждый из них по-своему проверял. Так, вот этот физик по-своему проверял. Там те, кто связаны с экологией, по-своему проверяли и тоже согласились и поддержали компанию. С юридической точки зрения тоже проверяли. Каждый проверял, серьезные люди проверяли. И в итоге они все с нами. В среднем, можно сказать, каждый человек, который хоть бы один раз с средствами поддержал компанию, поддерживает еще 6,2 раза. Потому что понимает и видит, как с каждым месяцем и каждым годом происходит работа. Дамы и господа, просто чуть-чуть больше времени вместо телевизора, вместо, может быть, книги. Потому что нет сейчас более актуальной и важной информации. Потому что риски минимальны, важность и влияние на планету максимальны, а польза, которую вы принесете всему окружающему миру, себе и своей семье, просто колоссальна. И ее тяжело сейчас осознать. Но я в конце расскажу, как ее осознать. Просто посмотрите. Это реальные фотографии. Кто-то делает одно транспортное средство за несколько миллиардов, дороже, чем у нас есть проект, за 5-10 лет. Например, пикап. Может стоить 2 миллиарда. А мы за полмиллиарда целую транспортную инфраструктуру поднимаем. И за 5 лет еще быстрее. Не одно транспортное средство сделали, а 16-12 в железе. Вы понимаете, вообще масштабы того, при том, что это передовые технологии, когда делают новый пикап, разрабатывают. А тут передовые технологии и абсолютно новый склад ума и направление движения развития. Этот транспорт действительно прекрасно войдет в нашу жизнь, как входит уже сейчас. На фоне Арабских Эмиратов вообще прекрасно, То есть, прямо он как вот в Литой. И как когда-то нам пришли телефоны беспроводные на замену проводным. Сейчас мы уже не хотим подойти и разговаривать только из коридора, привязанные, так скажем, к телефону и к проводам. Потому что есть вариации лучше. Так и в транспорте будут варианты лучше, чем которые были. И мы начнем менять одни с другими. Народ начнет менять. А как это будет работать? И почему это важно для вас? Это технологические уклады. Эта технология появлялась какая-то и меняла мир до неузнаваемости. Появилось электричество и третий технологический уклад начался. Потом нефтехимия. Вся жизнь поменялась. А потом тот мир, который мы знаем сейчас. Виртуальная реальность, интернет и гаджеты. То есть с появлением интернета люди свидались вместе, начали передавать информацию и мы знаем сейчас мир вот такой, как он есть сейчас именно. А вот компании, которые являются основой этого технологического уклада пятого. Было много информации, нужно было с ней как-то работать. Начали производить компьютеры с микросхемы, калькуляторы и вот это пошло вверх. Алибаба продажа через интернет, через эту связь общую тоже были очень необходимы. Программное обеспечение, чтобы там внутри это все работало правильно и выглядело красиво. Волмарт, интернет-кошельки, чтобы эти электронные деньги переправлять. создалось новый образ мира, которого не было 40 лет назад. И эти компании невероятно разрослись. почему? Потому что они были в самых важных направлениях. То, что было актуально. И поэтому у них такая капитализация. То есть 10 долларов за 16 лет маленький кусочек компании сейчас стоит 100 тысяч долларов. Это историческая статистика, вы можете ее проверить. Такая капитализация. Или компания Алибаба за 100 долларов за 18 лет вот у вас было кусочек компании на 100 долларов. А сейчас этот кусочек компании стоит миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи долларов. и это реально. Просто подумайте, хотели бы вы иметь хотя бы один доллар или 10 долларов тогда? Или может даже 100 долларов? Ничего, несколько месяцев может быть или месяц подождать с какими-то покупками. Либо столько сладкого например не съесть, а уменьшить. Либо еще каким-то способом. Не курить например для тех кто курит. Но сделать мир лучше, проявить созидательную вещь, которая в будущем может очень серьезно помочь развитию всей твоей династии. хотели бы наверное. Только мы не можем вернуться в прошлое, но мы можем прийти в будущее. Шестой технологический уклад нанотехнологии и время струнных транспортных систем как минимум, а возможно и всех других технологий Анатолия Эдуардовича. Потому что мы сейчас стоим на открытии на начале вот таких же компаний только в шестом технологическом укладе. Просто представьте. И сейчас перед нами стоит выбор пройти мимо либо изучить немножко больше. Притом понимая, что транспортная инфраструктура самая дорогостоящая инфраструктура в мире. Самая дорогостоящая отрасль и самая коррумпированная. Поэтому процесс изменения он будет идти перестройка транспортных отраслей. Но это самый крупный бизнес за всю историю человечества, который сейчас предоставляет вам информацию с помощью компаний Skywork Community и спрашивает, хотите ли вы поддержать, хотите ли вы узнать больше. Так скажем, никто ничего не просит, предлагают узнать больше. А там каждый человек, который хотя бы час, а то и день уделил Анатолию Эдуардовичу либо этому проекту, поймет, что перед ним стоит потрясающая технология, которая реально меняет мир, которая каждый год показывает то, что еще никто никогда не делал. И сейчас вы видите действительно уже практически работающие технологии, которые катают людей, которые перевозят грузов, которые успешно демонстрируются и сертифицируются. И мы стоим вместе с компанией SkyWorld Community на пороге развития народного общества, потому что SkyWorld Community это 500 тысяч человек практически, которые единомышленники, которые хотят делать мир лучше, которые разбираются в инвестировании, понимают, как сохранять и приумажать, понимают, как делиться информацией и преподавать, помогают своим близким, скоро станут очень богатыми и продолжат таким же способом развивать следующие экологические технологии. Мы будем одной из самых крупных экологических и влиятельных организаций в мире, потому что работы у нас сейчас с Анатолием Эдуардовичем и его проектами на сотни лет вперед. Поэтому, дамы и господа, пишите, звоните, задавайте вопросы, с удовольствием расскажем все, что знаем. Обращайтесь к людям, которые вас пригласили на презентацию. Если на Фейсбуке Артем Курбанов или Артем Скурбанов, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, звоните, я с удовольствием поделюсь тем, что я узнал за последних четыре года, потому что мой мир изменился полностью кардинально. И, пожалуйста, приглашайте своих близких и друзей на новые презентации. Влад Волков ведет приблизительно около часа презентации, я свои около полтора. Приглашайте, посмотрите, мы постараемся каждый раз доносить до вас новые новости, преподносить старую информацию как-то интересно, чтобы вы действительно все лучше и лучше детально видели общую глобальную ситуацию в мире. Потому что, закончив 15 этап, никто не остановится. У нас будет, там, не знаю, полмиллиона, миллион человек, которые хотят продолжать делать мир дальше, вместе, лучше. Поэтому, дамы и господа, 15 этап, не за горами, и дальше мы продолжим двигать эко-дома, которые сами себя обеспечивают с озеленяемыми крышами, с возобновляемыми источниками энергии, геотермальная ветрогенерация и солнечная энергия. Мы будем расширять транспортные сети всюду и строить линейные города и эко-поселения, транспортные пути, которые свяжут разные уголки планеты, при этом полная экология вокруг них. В городах и рядом с городами живут люди, животные, птицы, вся флора и фауна, у вас может расти плодовые деревья внутри города, и они будут абсолютно чистыми для употребления. И эти технологии есть. Транспорт, который будет развиваться просто сотнями километров в разных направлениях, потому что мы уже это производство подготавливаем для более серьезного. Сейчас у нас уже больше, чем малосерийное производство. То есть мы уже сейчас можем делать адресные заказы. И все это к 15 этапу еще лучше устаканится. И все это поведет к следующим технологиям, к выносу вредоносных технологий вообще из нашей живой сферы, из биосферы. У нас будут только экологические технологии. И совместно в ближайшие столетия например в 21 веке можно будет застроить с помощью струнных транспортных систем около 25 миллионов километров дорог, освободив наши города, освободив землю, она снова начнет быть свободной, давать кислород, плоды, транспорт даст нам большую эффективность и уберутся множество проблем, которые сейчас есть. В эту сторону мы двигаемся. И эти транспортные средства, дамы и господа, разойдутся потому еще, что Анатолий Юницкий не хочет сделать из этого прямой бизнес. Это не главное дело при жизни нахапать как можно денег, как сейчас у большинства бизнесменов. Он будет продавать трассы в государства, в города по минимальной стоимости, чтобы всем было выгодно и возможно построить их быстро. Но какой-то кусочек от прибыли этих трасс в каждый год существования этой трассы будет идти нашей компании и каждому совладельцу. То есть получается, для того, чтобы застроить эти трассы, они очень выгодны. Использовать для государств будет менее выгодно, но наши экологические технологии от этого будут только расширяться. Наши дивиденды от этого будут только расширяться. То есть Юницкий изобрел способ, как быстро в любых странах построить этот транспорт. Но как только одна хотя бы страна покажет годовой отчет насчет эффективности такой транспортной системы, у нас будет сотни тысяч адресных проектов на очереди. Поэтому мы застроим нашу планету очень быстро и очень легко. И уже в ближайшие столетия сможем продвигаться в новое освоение, становиться космической цивилизацией, двигаться в сторону пространства. И у нас на Земле ограниченное пространство, а в космосе нет ограничений. пространства есть невероятные пространственные ресурсы. И ресурсы, которые находятся другие, материальные. Мы все это сможем использовать. Стоит лишь поизучать Анатолия Эдуардовича Юницкого и его эко-мир. Дамы и господа, пятнадцатый этап не за горами. Задавайте свои вопросы, делитесь. Риски по моему мнению минимальны, выгоды огромные, польза для человечества и для мира огромные. Поэтому стоит только изучать и делиться. Я от чистого сердца благодарю вас за то, что каждый из вас хотя бы слово, хотя бы действие скажет в сторону развития данных экологических технологий. Ведь наша планета это наш общий дом. Спасибо вам за внимание, спасибо за вашу энергию, за ваше время, за главный ресурс. Надеюсь, вы провели это время не зря. И надеюсь, что мы увидимся с вами в скором времени, возможно, в каком-нибудь из прекрасных транспортных средствах. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community, которая дает возможность абсолютно любому человеку на планете, в любой стране, на любом континенте, на любом языке, с абсолютно любым другим человеком делать созидательный бизнес, развивать экологические технологии и зарабатывать. Будьте здоровы, улыбок и до новых встреч. Спасибо всем, кто был со мной. До свидания.